Рада приветствовать вас на канале Век Гуру. Мы следуем своему слогану Просто вкусно полезно. И сегодня мы приготовим очень простой салат из корнеплодов. Я его называю по-корейски. На столе у меня все ингредиенты этого салата. Нам понадобится свекла, сырая, неотваренная, почищенная. Нам обязательно нужно будет кунжутное масло. Светлое, темное кунжутное масло. Это из жареных и кунжутных семечек. Обязательно в заправку нам нужен какой-то уксус. Сегодня я взяла винный уксус. И соевый соус. Это все из жидкостей. Потом нам обязательно понадобится чесночок. Чили перец для остроты. По-корейски же салат, да, у нас. И кунжутные семечки больше для украшения, ну и для вкуса немножко. Начнем мы готовить заправки. Для этого мы почистим чеснок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один маленький. Ну, короче, вот этот чесночок мы порежем. Потом нам обязательно нужно чили почистить тоже. Его тоже мы мелко будем резать. Чили чистите очень аккуратно. Обязательно вычищайте семена от чили, потому что они имеют самую большую остроту. Не дай бог они попадут к вам в салат. Будут очень-очень острые. Ну, если вы не такой большой любитель острого. Зависит от того, насколько вы любите острый. Может пойти половинка или даже целый чили. Так, теперь мы режем все это очень-очень меленько. Я такой салат готова участвовать в мастер-классах. Он очень всем нравится. И все удивляются, что можно сырую свеклу именно так есть, не отваривая, потому что чаще всего, привычнее всего, все-таки свекла в отваренном виде, или на пару, или просто в воде отваренная. Ну, еще некоторые запекают. Но то, что было со свеклой можно есть салат, многих удивляет. Хотя сырая свекла, конечно, намного полезнее, чем вареная. Вареная и гликемический индекс выше, сахара там больше. Кроме того, перчатка грубая, но будет в этом салате присутствовать в большом количестве. У нас ингредиенты эти готовы, вырезаны. Теперь мы отмерим для соуса наши жидкие составляющие. Мы возьмем этого масла немножко, совсем где-то одну ложечку, потому что оно имеет очень яркий вкус, ярко выраженный. Это кунжутное масло светлое, его мы кладем побольше, 2 ложки положим его. Уксус. Обязательный ингредиент любых маринадов. Это что-то кислое, то есть это либо уксус, либо лимонный сок. То есть вы можете, если вы не очень переносите уксусы, у вас повышенная кислотность, то вы можете, ну, где-то полторы ложки положим уксуса. Соевый соус. Ну, так как это все-таки салат а-ля по-корейски. Соевый соус добавляем. Иногда у меня на мастер-классах спрашивают, что вот, а если для детей, там, и он не ест соевый соус. Нужно смотреть, потому что дети тоже особо соевый соус не едят, мы его не предлагаем, но в этом салате ни чеснок, ни чили вообще их не пугают. Мы перемешиваем все хорошо. Можем немножко попробовать. Да, не. Нам нужно натереть. Для салата по-корейски, вы знаете, что свекла натирается такими тоненькими полосочками. Вот. У меня нет специальной терки, но у меня есть такой замечательный аппарат, как спирали... спирализатор он называется. По-эстонски спиралилейку. Вот, он режет замечательными такими спиральками, очень быстро и удобно. И я именно с его помощью сейчас и нарежу свеклу. Ну что, мы натерли свеклу. И теперь, смотрите, она такая длинненькая, но не станет, поэтому я ее немножко подрежу, чтобы потом ее просто удобнее было кушать. Потому что она вот таких размеров, может быть, длинная. И это занятие тоже можно предложить детям, они с удовольствием это делают. В принципе, этот салат мы часто натертываем с детьми. Приступаем к финальному аккорду нашему. Мы выкладываем большую миску в нашу свеклу. Все. И заливаем ее заправочкой в машину, которая ждала своего часа. Уливаем. И вот так вот хорошенечко перемешиваем все. Вся заправка впиталась и прямо прошла через все вот эти наши спиральки. В принципе, такой салат можно есть сразу. Раньше я всегда рекомендовала настояться ему. Салат этот можно подавать порционно, то есть можно, ну, отдельно, как вот отдельный, самостоятельный салат. Можно его добавить в другой салат, например, смешать с китайской капустой или с другой свежей зеленью. Он тогда не будет таким насыщенным, но тоже добавит очень приятную остальную нотку в ваш салат. Да! Не забудьте посыпать кунжутными семечками, как это часто делаю я, ну, в смысле, забываю посыпать. Ваш салат будет от этого вкуснее и красивее. Приятного аппетита! И будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Все это нас очень мотивирует снимать новые видео, делать для вас новые рецепты. Если вам что-то интересно, или вы хотите спросить о чем-то, не стесняйтесь, пишите в комментариях или нам на e-mail. Мы всегда с радостью вам поможем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова